добрый день друзья сегодня воскресенье 12 ноября двадцать третьего года вас приветствую из сау-брюсселя и продолжаем разговор о политике сегодня хотелось бы привлечь ваше внимание к тектоническому событию которая грядет на следующей неделе в среду когда в лондоне верховный суд огласит вердикт в отношении нелегальных мигрантов и мы узнаем легально ли или нелегально высылать их в руанду напомню вам коллизии этого у меня запутанного дела потому что в двадцать втором году в апреле тогда еще пример министр борис джонсон и его министр внутренних дел притти пателл создали этот кадр они подписали меморандум с правительством руанды о том что они смогут туда высылать нелегалов они укрепили этот план суммой 140 миллионов фунтов стерлингов эту сумму должно получить правительство воды для того чтобы обеспечить центр беженцам и соответствующие мероприятия потому что они должны будут определять это беженцы или экономические мигранты и так далее но это все должно осуществляться в руанде куда будут высланы эти беженцы под вопросом или мигранты и так это было в апреле двадцать второго года против этого резко выступили ассоциации по правам человека по защите мигрантов беженцев и так далее и соответственно они стали ходить по судам и дошли до апелляционного суда который огласил свое решение свое мнение что такая высылка нелегально и они ссылались на европейскую конвенцию по правам человека что грядет сейчас сейчас в среду пять судей высшей инстанции это самая высшая инстанция верховный суд они должны огласить свое мнение и определиться это легально или нелегально соответственно если это легально то с начала следующего года 24 года с января правительство будет обеспечивать чартерные перелеты нелегалов из великобритании в руанду и так далее если вам интересно мы рассмотрим то что будет происходить о ванде но что будет и шанс очень-очень велик того что высшая инстанция эти судьи присоединяться к своим коллегам из суда по апелляциям и они скажут то же самое что нет это нелегально высылать их в руанду как то задумала прийти пателл и соответственно что же делать тогда лишь и сумку здесь есть один вариант одно решение это выйти из этой конвенции выйти из конвенции по правам человека и если великобритания больше не будет составить в этой европейской конвенции по правам человека у судей не будет больше этой мотивации решится рисунок или не решится потому что давление на него будет колоссально если он не решится то тори откажутся от его лидерство потому что для них эта тема имеет колоссальное значение так как они заинтересованы в том что продолжается оставаться партии власти и они прекрасно знают настроение британцев потому что британцы устали от того что происходит от этих отелей заселенных мигрантами от постоянного притока мигрантов причем они прибывают откуда откуда они приводят они приводят из франции который является безопасной страной они пересекают весь континент они приводят как правило в италию из италии они приходят весь континент оказываются во франции там конечно же их кормит поэт и помогают им поддерживать их силы различные ассоциации сердобольных людей как же они иначе существовали то есть вся эта прокси нет существует исключительно благодаря этим ассоциациям которых очень доброе сердце они их там поддерживают они их там кормят и и конечно уже нет тех джунглей которые были все это расформировано но тем не менее есть маленькие очаги джунглей где идет торговля субстанциями и так далее и соответственно они переправляются через канал на надувных лодках и оказываются далее на обеспечении у британских налогоплательщиков соответственно тори считают что эта тема сейчас является первостепенной потому что не решив этой проблемы они не смогут остаться у власти партии власти хочет остаться у власти это совершенно естественно россияне знают как это бывает но не только россияне американцы я думаю наши американские собеседники тоже и так для того чтобы остаться у власти соответственно им нужно выйти из этой конвенции и продолжить осуществлять этот план если реши сумок не согласиться на то чтобы это сделать он не отважится соответственно они будут менять лидера и их лидером станет никто иной как суэлла броверман которая настоящий момент является министр внутренних дел это женщина которая замечательно своей решимостью своими амбициями она выкинула в помойку всю политкорректность и толерантность и превзительно месяц назад она уступала в сша с речу в которой она откровенно сказала что необходимо реформировать кадр который существует с половиной середины процессе прошлого века 1951 год женевская конвенция по беженцам потому что этот кадр создавался как мы неоднократно говорили потому что об этом говорят эксперты уже давно мы неоднократно с вами это обсуждали что этот кадр создавался исключительно для европы и для решения проблем послевоенной европы и он касался двух миллионов человек он не касался этих десятков миллионов людей которые живут в состоянии конфликта они беженцы в африке азии и так далее нет 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 это было сугубо европейское законодательство которое все приветствовали потому что она решала конкретные проблемы европейского континента в конкретный исторический период это было очевидно но то что не очевидно что через семьдесят плюс лет этот же кадр используется совершенно для других целей и обеспечивает переселение великое переселение народов из азии из африки в европу фактически ничем не ограниченная в европе уже давно нет границ потому что ничего не стоит при хорошей погоде осуществить этот вояж тем более что как такси действуют эти судно ассоциации вообще без ассоциации ничего не было бы возможно вы должны это понимать потому что так бы просто они не смогли пересечь европу скажем из италии до то кале до берегов канала и они бы не смогли там существовать потому что и кормит поэт им помогают выдают палатки и так далее ассоциации и конечно ассоциации были оскорблены тем что бреверман сказал что бездомность это стиль жизни но не только она многое что говорила если вам интересно мы обсудим ее риторику она замечательная женщина которая не привержена догмам и которая не боится рвать привычный ход мыслей она не боится да и к ужасу левых она сказала что она гордится тем что она из кении и она ребенок британской империи она сказал я горжусь тем что я родом из британской империи мои родители из британской империи британская империя принесла нам цивилизацию это замечательно мы счастливы что мы принадлежали британской империи и я ощущаю себя сказала на ее ребенка после этого газетчики были в обмороке какое-то время но потом как всегда схватились за перья и чернила и стали ее очернять но похоже что она этого не боится она очень сильная личность поэтому ее перспективы стать премьер-министром великобритании очень-очень велики конечно есть еще кандидатура которую продвигает билл гейтс мы они уже говорили если вам интересна тема пожалуйста дайте мне знать я буду ждать ваших реакций у вас четыре способа дать мне знать что вам интересна эта тема это подписка лайк комментарий донат и в зависимости от ваших реакций я посмотрю стоит ли мне ее продолжать я желаю всем прекрасного вечера у нас сегодня в 6 часов будет стрим мы обсудим эту тему и другие и до встречи